Всем привет! Сейчас я запишу для вас полунетальный обзор на смартфон Meizu MX-5. Очень интересный, но очень неоднозначный смартфон с плюсами, с минусами, причем с огромными плюсами и с огромными минусами. И сейчас я вам расскажу, что я о нем знал, что я о нем думаю. И надеюсь, что та информация, которую я донесу для вас в этом видео, она для вас будет полезна и поможет вам определиться, стоит вам покупать его или же нет. Аппарат у меня находится около трех недель, у меня было более чем достаточно времени для того, чтобы с ним хорошо познакомиться, изучить, причем изучить его по полной программе в различных аспектах. И сейчас я поделюсь с вами тем, чем я узнал. Итак, начнем рассмотрение с внешности. Внешность у аппарата, по сути, не сильно изменилась по сравнению с предыдущими моделями, то есть MX-4, MX-4 Pro, MX-3, ну, как есть некоторые отличия уже, но вот сейчас я вам расскажу, что, как, почему и зачем. Итак, фронтальная часть у нас это 5,5-дюймовый AMOLED Full HD, экран, который прикрыт на закаленном стеклом корня Gorilla Glass 3, сверху разговорный динамик, основная камера, датчики приближения освещения, снизу только одна сенсорно-механическая кнопка, которая у нас же является и сканером, датчиком, сканером отпечатка пальцев. Значит, на правой грани находится у нас кнопка включения-включения блокировки-разблокировки, кнопка регулировки громкости, на левой грани находится только лоток для двух nano-SIM-карт. Сверху 3,5-мм разъем для подключения наушников или же гарнитуры и дополнительный микрофон снизу, основной микрофон, разъем microUSB для подключения смартфона к зарядному устройству, либо же к компьютеру, ну и также у нас есть отверстие динамик. Ну и два таких болтика, которые крепят нашу конструкцию, чтобы она не развалилась. Ну, я думаю, что если их открутить, то он не развалится и так, 100%. Задняя крышка. Задняя крышка выполнена из металла, фактически вот эта вся вот крышка, которая заходит на сыграние, это у нас металл. Снизу логотип разработчика, 27-мегапиксельная камера, сенсор AMX220, точно такой же, как у AMX4. Также световодная вспышка, ну и здесь как бы у нас находится лазер, который у нас должен отвечать за работу автофокуса. Вот эти вот две плоскости, то есть вот это и вот это, это у нас пластик, то есть металл у нас только вот эта вот часть. То есть вот эти вот штуки у нас металлические, верх и низ. Значит, по качеству материалов, по качеству исполнения всего этого дела, нареканий абсолютно никаких нет. Все классно, четко, отлично. Материалы, качество материала на высоком уровне. По удобству использования в руках смартфон лежит хорошо. Претензий у меня абсолютно никаких нет, потому что я реально пользовался им как своим смартфоном, как своим телефоном. И тут у меня нареканий абсолютно никаких нет. Хорошо поработали в компании Meizu. Как всегда, продукция Meizu отличается высоким качеством и Meizu MX5 у нас не является исключением в этом правиле. Значит, чем отличается этот смартфон от своих предшественников? Ну, во-первых, сразу уже, наверное, вы увидели тем, что на камере было видно мерцание. Мерцание было видно. Почему? Потому что здесь установлена AMOLED-матрица, которая у нас славится или же характеризуется невысокой частотой обновления кадров. И некоторые говорят, что, ну, я этого не заметил на себе, мне, в принципе, все было нормально. Говорят, что вечером долго пользоваться смартфонами с AMOLED, Super AMOLED-матрицами, к сожалению, они не могут, потому что у них, в общем, болят глаза, либо что-то еще. Ну, я лично этого эффекта не заметил. Значит, по углам обзора, конечно же, у нас вообще никаких претензий нету и просто-напросто быть не может, причем под любыми углами. То есть, все у нас смотрится хорошо, остается читабельным и никуда не девается. Значит, по цветам, ну, как обычно у нас, особенно Super AMOLED-матрицы, многим не нравится тем, что у них там, они говорят, яркие, просто такие ядреные, ядерные, такие сверхнасыщенные цвета. Но, например, в этом аппарате, то есть, в этой матрице я не могу сказать, что здесь как-то что-то совсем все, там, я не знаю, бросается в глаза, что все очень плохо, как-то слишком ненатуральные цвета. То есть, ну, цвета, я бы сказал бы, лучше, как по мне, чем у IPS-матриц. То есть, они более насыщенные, но здесь цвета не закинуты в такую какую-то крайность. То есть, они не такие вырвиглазные, как, ну, возможно, если взять какой-нибудь аппарат на Super AMOLED-матрице. То есть, здесь, в этом плане, я думаю, что проблем абсолютно нет. Ну, мне, честно говоря, даже очень нравится. Значит, по яркости, яркости хватает абсолютно в любых условиях. То есть, на ярком солнце протестировано, нормально, все супер читается. Значит, минимальная яркость, как видите, там еще он не выключился, но минимальная яркость тоже, опять-таки, у нас на высоком уровне, что позволяет комфортно использовать смартфон при любых условиях освещения, там, на солнце, будь то темные помещения, там, то есть, все, с этим делом все в порядке. То есть, под любой глаз этот аппарат, этот дисплей может настроиться. Я думаю, что фактически любому глазу будет комфортно им пользоваться. Давайте я вам покажу, что у нас есть по начинке. Итак, Antutu нам показал 50212 баллов. И таким образом, в рейтинге Antutu, то этот аппарат становится у нас на первое место, даже переплюнув Meizu MX-4. Хотя MX-4, который был у меня, то на версии Antutu 5.6, это версия 5.7.1, набирал почти 52 тысячи баллов. Значит, по начинке, то есть, что у нас тут есть? У нас здесь операционная система Android 5.0.1, 64-битный Android, ну, конечно, с натянутой оболочкой Flyme. Процессор Mediatek MT6795T, турбированный, то есть, немножко завышенный частотой, который работает в паре с графикой PowerVR SGX, не SGX, соврал, G6200. Такая же графика, которая была в процессоре Mediatek 6795 на Meizu MX-4. Разрешение на дисплейчиков у нас Full HD, 2020 на 1080 точек, камера у нас 27 Мп, как бы от Sony MX-220 сенсор. Оперативный памятник у нас 3 ГБ, заявлено, по факту 2724, ну и встроено конкретно в этом экземпляре, у нас 16, из которых доступно пользователю изначально 11.7. Есть версия еще на 32 ГБ. По процессору, процессор, конечно же, у нас 64-битный, 8-миядерный и частота его максимальная 2,2 ГГц. Обычный, не турбированный процессор, имеется тут 2 ГГц. Так, значит, по полности пикселей Antutu заявляет 480 DPI, по камерам основная 27, а фронталочка у нас 4,9, ну, фактически 5 Мп. Давайте посмотрим на сенсоры, которые у нас тут есть в этом аппарате. Сенсоры мы посмотрим в программке CPU-Z. И что она нам расскажет? Она нам расскажет, что у нас есть сенсоры, есть тьма тьмущая, то есть любые сенсоры, на любой вкус, все у нас здесь есть, то есть все, что нужно, не нужно, даже более чем. То есть здесь не минимальный набор, а, как говорится, полный, фулл, мега, полный пак. Так что использовать смартфон в любых условиях, в любых задачах будет комфортно, удобно, потому что вся у нас техника будет отрабатывать, как говорится, на ура. Также хотел бы показать вам, какие частоты поддерживает этот аппарат, потому что, в принципе, для России, я думаю, что это немаловажно. Для Украины здесь все есть, 3G, пожалуйста, 2G, хорошо. Ну и из LTE частота Band 1, Band 3, 38, 3940, 41. Не то, по-моему, какого, 20-го, если я не ошибаюсь, или 7-го, который нужен для России, 2600 МГц, вот, к сожалению. Так что, то есть это тоже учитывайте при покупке, если это потенциально ваш аппарат, например, в России. Начинка мощная, начинка серьезная. И давайте покажу, как эта начинка справляется у нас с играми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видите, с играми аппарат абсолютно не испытывает ни малейших проблем. В Real Racing нашло всё отлично, без всяких запинок. Аналогично и в GTA San Andreas на максимальных настройках тоже на всё ушло просто отлично. Были отражения, красиво всё было, всё было классно, без тормозов. Так что проблем с серьёзной 3D графикой у аппарата абсолютно никаких не возникает. Вопрос по нагреву. То есть, греется ли аппарат? Да, аппарат немножко греется, ну, должен он хоть чуть-чуть греться. Значит, нагрев распространяется по задней крышке, так она металлическая, по сути, выполняет роль радиатора. То есть, металл лучше распределяет тепло, чем, конечно же, это делает пластик. И в этом плане, как бы, то, что крышка металлическая, это хорошо. Когда тестировал этот смартфон, когда было на улице жарко, то, ну, нагревался он, конечно, так очень даже, я сказал бы, существенно. Но вот сейчас стало немножко прохладно и вот проблем с нагревом нет. То есть, если тогда можно было сказать, что он был такой горяченький, сейчас он, скажем, просто тёпленький. И особых претензий у меня к нему нет. На этом смартфоне очень классно, удобно и комфортно смотреть фильмы, потому что дисплей классный, ну, как по мне. Светопередача у него, я сказал бы, что хорошая, то есть, не заваленная, как я говорю, в плюс-минус. То есть, она такая нормальная, сбалансированная. Ну, и чёткость, контрастность дисплея тоже на очень хорошем уровне. Значит, по аудио по системе смартфона, то есть, по звуку основного динамика и в наушниках. То есть, ну, динамик здесь, я скажу, что хороший, звук у него громче среднего и качество звучания у него однозначно выше, чем у среднестатистического смартфона. То есть, звук хороший, приятный и громкий. По звучанию в наушниках. Звучание в наушниках у этого смартфона тоже очень даже таки хорошее. то есть, опять-таки, выше среднестатических аппаратов, то есть, и, однозначно, тут у меня претензий абсолютно нет. Слушал я на Sony XB400, есть басы, громкий звук, отлично, качественный звук, ну, мне лично понравилось, то есть, ну, я не знаю, там, для... Я не считаю себя каким-то меломаном, то есть, каким-то особо любителем какого-то такого искусного, утонченного звука, но здесь однозначно звук лучше, чем у большинства смартфонов, которые попадают ко мне на обзор. Значит, по разговорам, по системе, это динамики и также микрофоны, тоже все отлично, проблем абсолютно со звучанием здесь нет, и также люди слышат меня хорошо, претензий никаких не было. Так как я использовал его со своими симками, то, ну, скажем, заявляю это ответственно, потому что реально попользовал и реально вам рассказываю, как оно есть на самом деле. Так, ну и плавно начинаем переходить к проблемам этого аппарата. У аппарата есть две камеры. Фронтальная 5-мегапиксельная и основная, она же задняя, 27 мегапикселей. Значит, скажу информацию сейчас, то есть, это касается не всех экземпляров смартфона аппарата Meizu MX-5. То есть, это касается смартфонов, ну, скажем, это не единичный случай, то, о чем я сейчас расскажу. Значит, конкретно у этого смартфона, конкретно у этого аппарата, я думаю, что все-таки это программно, потому что у нас совсем не было подобной ситуации. То есть, очень сильно мажет, ну, скорее всего, лазер. То есть, автофокус работает некорректно. То есть, при съемке видео, фотосъемке в автоматическом режиме фотографии получаются размытыми, нечеткими. Ну и, в общем, все очень печально. То есть, реально сделать хорошую фотографию на более-менее, скажем так, нормальном расстоянии, то он довольно-таки сложный. При включении ручных настроек, то ситуация у нас меняется кардинально в позитивную сторону. То есть, в ручных настройках можно сделать отличные хорошие фотографии, ну и аналогично же снимать видео. Но на авто все очень плохо и печально. Причем, на этом аппарате сейчас стоит последняя прошивка с индексом А. Это семерочка в конце. И, к сожалению, она перед этим стояла пять. Пятерочка. К сожалению, седьмая версия аналогичная не исправила этой проблемы, которая у этого аппарата есть. То есть, примеры фотографий, видео, то я в конце видео не буду ложить, я просто ссылку положу под видео, кому заходите, смотрите и, соответственно, делайте выводы. Повторюсь, что это проблема не всех аппаратов, но я точно знаю, что ни один я столкнулся с такой проблемой, потому что на 4 PDA многие пишут, что имеют аналогичную проблему, как точно так же, как есть у меня в этом смартфоне. Если помните в Азусе Zenfone 2 в обзоре, то я тоже говорил, что по камере там кое-что, конечно, было недочеты. Но со временем, через несколько обновлений прошивки, которые пришли от производителя, то проблема была устранена. Я очень надеюсь, что аналогично и в этом аппарате проблема тоже устранится посредством обновления прошивки, потому что, ну, как мне кажется, если это была бы аппаратная проблема, то ручной режим здесь тоже бы не помог. Но так как в ручном режиме аппарат работает хорошо, корректно, то в авто, возможно, просто программные недочеты, недоработки, которые, я надеюсь, что Meizu таки исправит. Ну и многие, я знаю, что покупают этот аппарат из-за отличной камеры, точно такой же, как была в Meizu MX4. И поэтому, если вы хотите его приобрести, то рекомендую все-таки подождать. Подождать и посмотреть, какая будет ситуация, по отзывам вообще, и исправит ли эту проблему, и все ли будет отлично. И только потом, если хотите конкретно этот смартфон, потому что, опять-таки, я знаю, что некоторые люди хотят конкретно этот смартфон, то тогда можно будет сделать покупочку. Значит, камера здесь по софту, по программе самой камеры, ну, стандартная флаймовская камера. Есть у нас макрежим, авторежим, есть ручной режим, в котором можно настроить фактически все, что нужно, чтобы добиться хорошего качества фотографий. Есть режим Beauty, панорама, панорама делает хорошо, кстати, вот, также ей можно сканировать штрих-код. Есть у нас slow motion, то есть съемка в замедленном, замедленная съемка, вот, и это все дело у нас работает хорошо, за исключением работы автофокуса. Значит, по фронтальной камере, фронтальная камера у нас 5 мегапикселей, к ней претензий вообще абсолютно никаких нет, то есть фотографирует она хорошо, и видео снимает она тоже очень хорошо. То есть фронтальная камера хорошая, отличная, то, что она без автофокуса, в данном случае, это, конечно же, ее плюс, потому что мазать он уже не может, потому что его там просто-напросто нет. Батарейка 3150 мА заявлена производителем, но, к сожалению, мне кажется, что смартфон не стал работать дольше, чем его предшественник, Meizu MX4, хоть и батарейка стала, ну, немножко больше. Значит, по данным разряда в различных режимах, значит, просмотр видео 12% за 1 час в онлайне, в отличном, хорошем качестве, то есть более 8 часов вы можете смотреть свои любимые фильмы, сериалы в интернете и не переживать, что у вас смартфон быстренько сядет. Значит, игры 25% за 1 час, с серьезной задой игры, ну, и тут уже 4 часа, как бы, ну, скажем, для такого аппарата не самый лучший показатель, но, тем не менее, 4 часа я тоже считаю, что это неплохо. По разговорам 5% батарейка проседает за 1 час разговора, то есть, ну, спокойно себе на 20 часов, на 20, да, можно рассчитывать. В режиме средней нагрузки, средней эксплуатации, то есть, ну, смартфон на сутки должно хватить 100%. Двое суток, вот уже под вопросом, ну, полторушку, возможно, как бы, но сутки, то есть, железно, он будет работать, я думаю, что сделает все, что вы хотите, и вы не будете переживать, что он у вас не доживет до вечера. Значит, по особенности работы GPS по системе, тут вопросов тоже абсолютно никаких нет, то есть, вот у нас GPS, GPS у нас работает отлично, ловит все, что можно и не можно, ловит очень быстро, то есть, буквально включаешь смартфон, и фактически мгновенно появляется куча спутников, которые начинают работать через несколько секунд. Кстати, кстати, как бы у меня же есть здесь фотографии, да, я может даже вам просто покажу ту проблему камеры, которая наблюдается у этого смартфона. Вот, эта фотография сделана у нас, на автонастройке, то есть, фокусировка была вот здесь, то есть, на деревьях, ну, то есть, видите, да, я думаю, что на видео видно, что все у нас размыто, то есть, все размыто, например, давайте приблизим окна домов, они тоже у нас очень сильно размыты, то есть, ну, уже там, не говоря уже о тех вот, как бы, да, окнах, там тоже у нас, к сожалению, все размыто. Ну, и вот, следующая же фотография, только уже ручные настройки, да, то есть, видно, во-первых, по цветам, ну, и давайте смотрим теперь по четкости. Я думаю, что здесь сразу уже видно разницу, да, по сравнению с той фотографией, то есть, даже вот давайте посмотрим на окна, да, то есть, разница, как говорится, на лицо, плюс, плюс на вот этот дом, ну, и плюс также посмотрим вдаль, то есть, там вообще ничего не было на том месте, а здесь у нас, как бы, даже все детализировано, поэтому камера, я скажу, что хорошая, но, как говорится, нужно еще и допилить, и я надеюсь, что допилить ее нужно таки программно, надеюсь, что, так как это проблема не только в этом аппарате, другие люди также ее имеют, то массовость этой вещи заставит меня сделать исправление как можно быстрее. Так, также следующее, что хотел бы вам рассказать, то есть, по софту, это еще один, еще один недостаток, ну, как недостаток, ну, такой, скажем, субъективный такой недостаток, у меня в руках находится китайская версия аппарата, то есть, это, даже покажу коробочку, то есть, это версия у нас 575MDLTE, 16-ти игровая, ну, соответственно, информация о частотах. Смартфон пришел с прошивкой C, если помните из видео с распаковкой, то он пришел с прошивкой C, которую я после распаковки из коробочки я обновил в смартфон, то есть, залил сюда прошивочку A. В той прошивке A, которая здесь стояла, был русский язык. После того, как я получил информацию о том, что скоро в обновлениях прошивках A, C, U не будет русского языка, то я делал видео, как можно на китайский смартфон залить прошивку A, точнее, System Inc, то есть, фактически, системные файлы на смартфон, который вы получили из Китая. Не тот, который продавался официально в магазинах. Вот. Ну, я надеялся, что та прошивка A, она поможет решить проблему с автофокусом. К сожалению, она не решила. Ну, и до обзора я решил обновиться до последней прошивки A, которая есть на сегодняшний день. Ну, и тоже опять-таки в надежде, что исправится проблема с автофокусом. Но, к сожалению, мои надежды не оправдались. Значит, сейчас у нас стоит Flyme OS 4527A. Ну, без проблем. Можно, конечно, ее тоже опять-таки русифицировать. Вот. Ну, или же, если не принципиально русский язык, если пользуетесь английским языком, владеете, то я думаю, что это абсолютно будет не проблема, потому что в Google Service все у нас это дело здесь есть. Хотя, для тех, кого это принципиально, то, значит, имейте в виду, что китайские смартфоны будут приходить, скажем, из коробки уже только с английским языком. Русского языка, к сожалению, там не будет. Значит, и по каким-то фишкам, каким-то особенностям Flyme, то, ну, заостряться особо не буду. То есть, я рассказывал это и в обзоре Meizu MX2, M2 Note, то есть, есть вот видео Meizu M2 Note, также Meizu M1 Note тоже все это рассказывал. Единственное, что хотел бы отметить, то это классную работу сканера отпечатка пальцев. То есть, на самом деле, очень классно работает, очень корректно, и распознавание просто очень точное. То есть, это один из лучших сканеров отпечатка пальцев, который я встречал на смартфонах. То есть, как он работает, мне очень понравилось. Работает быстро, работает шустро, четко и корректно. Тут, однозначно, разработчики поработали на славу. И за это им, как говорится, огромное спасибо. Вот. Ну и все, больше здесь такого ничего особо сильно интересного нет. А, есть. Как это нету? Есть возможность у нас, у нас, у нас, у нас выбирать цветовую температуру. Так как у нас, ну, это AMOLED дисплей, то есть, для кого-то, возможно, хочется, чтобы цвета были более теплые, более холодные. Ну и, соответственно, здесь мы тоже это можем делать. То есть, я думаю, что видно, что дисплей немножко пожелтел, так он немножко посинел. Ну, можно, в общем, поставить на авто. И я думаю, что для многих это просто подойдет. Вот. Это вот такие вот особенности, такой вот, скажем, обзор этого смартфона. Те нюансы, те пункты, которые я хотел рассказать, то я, в принципе, сказал. Думаю, что я ничего не забыл. Вроде ничего не забыл. Ну, в общем, на основании информации, которую я изложил в этом видео, я надеюсь, что то, что я сказал, поможет вам определиться, понять, то есть, что это за аппарат, что это за смартфон, ну и стоит его покупать, либо же не стоит он покупать, либо же стоит покупать, но немножко подождать. По плюсам, то есть, ну, смартфон мне на самом деле очень нравится. То есть, классно, все качественно сделано, все супер. Вот. Единственное, конечно, омрачило впечатление от аппарата работа камеры. Вот это, конечно, было, скажем, такой не очень приятной неожиданностью. Если там с программной, с программной вот этой вот политикой Meizu я еще готов, скажем, мириться, потому что благодаря вам Мелитсам 4P, да, то это дело можно даже в крайнем случае поправить и добавить русский язык, то вот с камеры надо отозначить что-то делать. Вот. И, конечно же, конечно же, если меня смотрит кто-то из Meizu, ну, честно говоря, не знаю, сомневаюсь, но все же. То есть, ну, решайте проблему. Ссылочка на фото-видео, которые сделаны на этой камере, то есть, я положу под видео. Ну, и разницу между авто и ручной настройкой вы тоже видели. Так что нужно что-то делать, нужно что-то решать. Вот. На этом я тогда свой обзор закончил. Надеюсь, что он был для вас интересным, полезным. Если это так, то обязательно позитивно оценивайте внизу под видео. Пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы, то есть, что вы думаете по этому поводу. Возможно, вам какая-то еще дополнительная информация нужна, потому что смартфон пока что остается у меня, как говорится, до выяснения обстоятельств. Вот. А дальше будет видно, поправится, значит, пойдет на продажу. Не поправится, значит, поедет, скорее всего, обратно в Китай. Я так думаю, потому что все-таки считаю, что это существенный недостаток на данный момент. Либо же, если кто-то хочет купить его сейчас, со скидкой, то тоже обращайтесь, можно будет, скажем так, договориться. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы не пропустить все новые штуки, которые скоро появятся на моем канале. Ну и не забывайте про группу ВКонтакте и также про мой сайт. Всем большое спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok